Всем привет! С вами вновь Ермолина Татьяна. И в этом выпуске своего прогностического блога я хочу рассказать о прогнозе перехода планеты Сатурн в знак Рыб. Планета Сатурн каждые три года переходит в новый знак. И ее основной символизм это опыт прошлого, это закрепление какого-то навыка, это обязательства, какие-то вынужденные обстоятельства, кристаллизация какого-то события. И обучение нас чему-то может быть через очень сложную, прилежную работу без серьезного результата. По большому счету почти во всех ветвях астрологии Сатурн считается строгим учителем, а еще он считается носителем кармы. Поэтому все, что связано с Сатурном, всегда имеет оттенок, во-первых, прошлых уроков, то есть по большому счету мы получали какой-то опыт, мы как-то реагировали, мы каким-то образом пытались, скажем так, что-то защитить или что-то отнять у других людей, или может быть какой-то ресурс отнять, может быть просто у пространства. И вот все, что мы делали с точки зрения некой такой вот справедливости мироздания, сейчас будет нам каким-то образом откликаться. Ну, скажем так, сейчас это условно, потому что, во-первых, планета Сатурн по одному знаку, как я сказала, идет три года, поэтому чаще всего обратная связь от мироздания растягивается на этот промежуток. И с условием, что на самом деле в эти три года, в период прохождения планеты Сатурн по определенному знаку, у нее есть резонанс с нашей картой рождения. Если такого резонанса нет, а такое тоже бывает вполне, то или он достаточно мягкий по звучанию, потому что все же зависит от того, какие связи Сатурн образует с нашей картой рождения. Если они мягкие по звучанию, то тогда, скорее всего, мы или будем награждены за наши старания, или же этот промежуток времени в течение трех лет у нас не будет никаких обязательств и серьезных ответственностей и за то, что мы уже когда-то совершили, и за новые наши деяния. Вот, то есть, скажем так, Сатурн действительно та самая планета, которой в обязательном порядке всем астролюбителям надо присматриваться. От нее больше всего, на самом деле, сложностей получает человек. И сложности, в первую очередь, нам понятны эти сложности. Этот опыт, он повсеместный. Вот в отличие от резонанса, например, высших планет с нашей картой рождения, когда у нас приходит опыт уникальный, нам никто не может подсказать, как действовать в этой ситуации. Мы должны изобрести колесо. Когда Сатурн влияет на нас, это опыт, который проживали, скорее всего, наши знакомые, наши учителя, наши родители. То есть, это такой естественный, скажем так, этап эволюции человека, в первую очередь в социуме, с точки зрения той ответственности, которую он на себя в ней берет, что тут может быть и много советчиков, и много хорошего, действительно, опыта, который мы просто можем повторить. Поэтому, когда я вижу, например, в прогнозе моего клиента планету Сатурн, транзитную, да, даже дурно влияющую на его карту, то есть сложные связи, создающие с ней, я всегда говорю о том, что, в принципе, решение всегда может быть найдено. Сатурн очень любит прилежание, он очень любит неспешность, он очень любит ответственность, и он очень любит нацеленность на процесс, а не на результат. И он принципиально противен шапкозакидательству. То есть, если мы хотим быстро, скоро и с масштабом, чтобы это все как-то вот помпезно выглядело, то Сатурн точно не просто не поможет. Если мы будем в таком стиле действовать, когда Сатурн идет резонансно по нашей карте транзитной, то чаще всего мы получаем действительно серьезные проблемы, о чем я всегда предупреждаю своего клиента на консультации. И когда я учу этому молодых астрологов, то я, собственно говоря, всегда на это делаю акцент, что в пору резонанса с нашей картой мы должны понимать, что надо медленно осваивать этот опыт. Если мы будем это делать медленно, мы будем делать осознанно, Сатурн — это планета критического мышления, если так можно выразить. В общем, такая некая вводная часть вот сейчас уже вам дана. И в этом видео я, конечно, расскажу вам о том, как находить самые-самые очевидные резонансы с вашей картой рождения. Понятно, что когда Сатурн идет по определенному знаку, все, кто родился под этим знаком, у кого там находится Солнце, они, безусловно, в течение трех лет, просто каждый в свое время получат соединение Сатурна с Солнцем. И тогда вам, уважаемые рыбы, например, надо бы отследить в течение трех лет, например, как минимум, когда Сатурн попадет в знак вашего Солнца. Для этого надо понимать знак Солнца, конечно же, иметь в виду градус Солнца, когда Сатурн попадет в градус вашего Солнца. А для этого надо этот градус знать. Ну, это спокойно можно сделать, просто построив карту рождения и посмотрев, где у вас Солнышко находится. Собственно говоря, знак-то вам понятен, а вот градус может быть неизвестен, но он выясняется за 5-8 секунд. Другое дело, что вы не знаете, когда Сатурн туда доберется. Вот в этом вам помогут эфемериды. Вот, кстати, на своем новичковом курсе, который называется «Азбука астролога», я, собственно говоря, вот такие элементарные вещи и таким элементарным вещам и обучаю. То есть вот у меня это обучение, оно направлено на то, чтобы вы брали мой прогноз общий или прогноз любого другого астролога, и его уже могли адаптировать под свой личный прогноз. Но для этого нужны некоторые знания вводные. Вот, то есть как бы в прогнозе я их не могу дать, но я их даю на своем новичковом курсе «Азбука астролога». То есть таким образом вы там можете понять, во-первых, где у вас планеты в вашей карте, в каких градусах, в каких знаках, что это они обозначают вообще, то есть ресурс карты понять, и потом понять, как находить резонанс, по крайней мере по одному аспекту, по соединению транзитной планеты с натальной картой. Вот, и таким образом уже у вас выстроится та система, через которую вот такие вот общие прогнозы, общедоступные, да, станут для вас хорошим фундаментом для формирования своего личного прогноза. Это очень круто звучит. Вот, поверьте мне, что потом мне пишут вот обратную связь, всегда благодарность в том смысле, что теперь нам понятны общие прогнозы, и понятно, как их на самом деле смотреть. Так что приходите ко мне на новичковый курс, у меня первая ссылка в описании под этим видео, она как раз на него ведет. Ну, а что же касается, теперь уже как бы уйдем в глубину. По поводу Сатурна, что я могу сказать по поводу Сатурна в рыбах? Во-первых, он у нас будет проходить по рыбам, это планета, с 7 марта 2023 года по 14 февраля 2026 года. Это вот как раз-таки, ну, обратите внимание, в принципе, без двух там, без двух-трех недель это два-три года и, собственно, составляет, да. В какой-то период времени, в самом, во второй половине 2025 года он уже будет перебегать частично в знак Овна, но потом он все равно вернется опять в рыбы. Поэтому я считаю до конца рыб, до момента, когда он, выйдя из рыб, туда больше не возвратится. А это 14 февраля 2026 года. За то время, за эти три года, он пройдет аспект с Ураном, аспект, кстати, многочисленный аспект с планеты Юпитер, и у него еще будет аспект с планетой Нептун. Вот с планеты Нептун и с планеты Уран я буду характеризовать эти аспекты. Они такого общего масштаба, глобального масштаба эти аспекты, они, может быть, не так сильно могут влиять на нашу личную судьбу, но они зато описывают тренды социальные. А вот аспекты между Сатурном и Юпитером, они более адаптированы к индивидуальному использованию. И вот когда между Сатурном и Юпитером, в принципе, образуется аспект на небе, а последний раз этот аспект, наверное, у нас был, ну вот, наверное, у нас был он, когда Сатурн и Юпитер были в Водолее, это 21-й год, да, но там он был весьма недлинным. А вот эти аспекты между Сатурном и Юпитером, вы обратите внимание, что они будут длительными, то есть там прям есть чем поживиться, так сказать. Чем хороши аспекты между Сатурном и Юпитером, особенно благоприятные, тем, что когда эти две планеты в аспекте, это говорит о том, что в социальной жизни происходят какие-то изменения, и мы в эти изменения можем вписаться, мы можем этими изменениями воспользоваться. И это две планеты постоянного, понятного нам опыта, который проходит каждое поколение. Поэтому опыт, который нам даст аспект между Сатурном и Юпитером, ну, это как бы, это нормальное движение вперед. И в этом смысле, как бы, вот мы можем просто в эту волну вписаться, да, и на ней, например, получить новую профессию, перейти на более интересную должность или к более интересному работодателю. Вполне возможно сменить вообще профессиональную область и уйти куда-то в смежную область, или, например, вообще категорически на 90 градусов поменять, да, то есть такой вот серьезный поворот сделать в судьбе. Вот когда Сатурн с Юпитером в аспекте, это сделать просто и проще и лучше и эффективнее, чем когда, например, Сатурн в аспекте с Ураном или с Тептуном. Вот, поэтому я буду вот объяснять вам эти три года, а вы, пожалуйста, для себя фиксировать. Если вы только на старте подобных перемен, профессиональных, предположим, то, может быть, вот эти три года для вас совершенно иначе сейчас зазвучат, когда вы услышите, какие тенденции есть в нем, какие тенденции Сатурн в нем вам дает. Ну, или показывает нам всем, да, но дает нам через это какие-то перспективы. Почему я говорю о социуме? Потому что Сатурн и Юпитер — это две социальные планеты. У нас же есть градация в астрологии, для тех, кто не знает, я сейчас ее озвучу. У нас есть личные планеты, которые обеспечивают описательный такой характер нам личности, то есть психологического портрета. Это планеты от Солнца до Марса включительно. Дальше у нас есть две социальные планеты. Они описывают наше взаимодействие с социумом на предмет возможности там занять какое-то свое место и через какую-то деятельность этому социуму принести какую-то пользу. Это Юпитер и Сатурн. Высшие планеты — Уран, Нептун, Плутон — это планеты так называемые надсоциальные. То есть они обозначают мировые тренды, которые меняют вообще жизнь социума, сознание мирового социума полностью. И, собственно говоря, вот сейчас мы в таком тренде, в одном из таких трендов живем, где-то года с 20-го начиная. И, в общем-то, у нас не закончатся такие инсайты общемировые вплоть до где-то 26-27 года, потому что там у этих больших планет серьезные еще между собой будут связи формироваться в дальнейшем этот 25-26 год. Но вот понимаете, на события мирового масштаба мы не можем влиять. Поэтому считается, что все, что касается высших планет, это нам вообще не подконтрольно. Все, что касается личных планет, это, собственно говоря, мы и есть. И потому менять характер того потенциала, который планета заложила в нашу карту, то есть заложила в нашу личность, мы смеем и можем и должны. А вот что касается социального аспекта нашей жизни, это наш профессиональный выбор, это наша профессиональная успешность, это наша востребованность социума как профессионала или как социальной какой-то единицы. Кстати, наши, например, браки и разводы, они тоже к этому относятся, тоже к социальному статусу, поэтому имеют отношение к Юпитеру и к Сатурну. Поэтому тут вот мы тоже же, по сути дела, имеем над этим власть. Мы сами это выбираем. Да, конечно, в какой-то степени мы всегда ограничены какими-то общемировыми трендами. То есть если, например, раньше очень, наверное, были там востребованы какие-нибудь телефонистки с длинными руками, то сейчас в связи с технологическим прогрессом они абсолютно никому не нужны. Но тем не менее, в принципе, как бы мы всегда можем следовать за трендами общесоциальными и вписываться как-то в них. И вот Сатурн и Юпитер нам это и показывают, как мы можем вписаться. Но Сатурн, как ни странно, в первую очередь, потому что Сатурн отвечает именно за место, вот за ту ступеньку, которую мы на этом Олимпе займем, символически говоря. А Юпитер, он нам описывает горизонты. А где еще те ступеньки, на которые мы можем перейти, да, если мы будем более широко мыслить, если мы будем делать какие-то более такие успешные действия и так далее. Например, Юпитер уже отвечает за уникальное знание, за образование, за экспертизу. И это все всегда помогает нам движению по социальной лестнице. Но сейчас мы не о Юпитере, о Юпитере мы поговорим, потому что в 23-м году он тоже меняет знак на знак Тельца. И как бы это мы еще обсудим, безусловно, его потенциал для нас. Потому что все-таки я нахожусь в личностно-ориентированной астрологии. А она весь потенциал, скажем так, астрологических элементов, которые как-то движутся и чего-то там формирует, рассматриваясь с точки зрения того, как это можно использовать обычному человеку, для того, чтобы он реализовал свои желания, стремления, для того, чтобы он чувствовал себя счастливым, удовлетворенным, востребованным и любимым. Поэтому моя астрология такая. И мне кажется, что вообще астрологическое знание лучше всего использовать именно в этом ключе, как астрологии, как помощник. И что означает Сатурн в рыбах? Давайте поговорим об этом. Потому что наверняка большинство астролюбителей не понимает, что смысл вообще толкования планеты в знаки. Но на самом деле это очень важно. Планета социальная, которая отвечает за место в иерархии, за эту ступенечку, перешла в новый знак на три года. Значит, сменился фон, в котором она реализуется. Знак – это призма, через которую энергия планеты идет. Некоторые призмы, потому что некоторые знаки хорошо, ну, скажем так, дают энергии течь планеты, а другие знаки дают не очень хорошо. Вот надо признать, что рыба для Сатурна – весьма непростой знак. Потому что все-таки рыба – это что-то неконкретное, что-то такое вот туманное, да, что-то несколько фантазийное и новоображаемое. Знак рыбы и планеты Нептун, которые ими управляют, чтобы вы понимали, она отвечает за кинематографию, отвечает за изобразительное искусство, за музыку, за мультипликацию. Понимаете, это все абстракция, да, это все визуальная картинка, которая не существует на самом деле в реальности. Это другой виртуальный мир. Так вот, рыбы как раз означают этот другой виртуальный мир, они вообще означают эмоцию, воображение, поток бессознательного. А Сатурн, как вы помните, я говорила, он имеет отношение к критическому сознанию. Поэтому, когда критическое сознание начинает преломляться через поток бессознательного, с одной стороны, мы, конечно, получаем, может быть, очень интересный такой эффект, но с другой стороны, понятно, да, что критическое сознание крайне теряет в качестве, вот преломляясь через весь этот поток бессознательного, и на выходе мы можем получить конфликт. И такой конфликт на самом деле мы будем чувствовать из-за прохода Сатурна по рыбам. Конфликт заключается в том, что планета Сатурн будет подвергать критике все надежды, ожидания, веры, не подкрепленные никакой материальной базой. То есть все, что мы новоображали себе, все, во что мы поверили, потому что нам откликнулось это, мы бы, может, и не хотели доказательств, но Сатурн скажет нам, нет, ну подождите, а как вообще это объясняется? И если это никак не объясняется, то какого мы в это верим? То есть вот этот конфликт того, во что мы хотели бы поверить, вот эта вот вера такая бескорыстная, без нематериального характера, без основы, и вот этот вот великий критик Сатурн, соединяясь, конечно, вносит очень-очень серьезный раздрайв в нашу устойчивость внутреннюю и внешнюю, впрочем, тоже. Сатурн вообще описывается в рыбах, как такой эффект того, что мы постоянно боремся со своими бессознательными, необоснованными порывами, и все время держим себя в панцире, потому что все-таки не Нептун в козероге, а Сатурн в рыбах тут у нас представлен, поэтому сначала панцирь идет, а потом бессознательное, потом наши порывы эмоциональные. И когда что-то прорывается, конечно, происходит какой-то такой вулкан эмоций, и мы пускаемся во все тяжкое, но потом это все накрывается очень сильным панцирем опять эмоционального фрустрации, по сути дела, и такой эмоциональной зажатости, и огромным чувством вины. И это все, в чем мы, это, собственно, то, в чем мы можем существовать в течение трех лет. Теперь осталось, на самом деле, только выяснить, насколько этот Сатурн в рыбах, вот такой жесткий поборник такого научного подхода к миру, доказательного подхода к миру, вот этот жесткий поборник, будет влиять на нас. То есть есть у нас резонанс, его резонанс в нашей карте рождения или нет, и какого он характера. Ну, вообще, у тех, у кого, например, Сатурн в рыбах достаточно напряженный, или есть некая такая дубль этого положения, это Сатурн там в аспекте к Нептуну, особенно напряженный аспект, они знают за собой это. Они знают о том, что иногда их просто влечет куда-то в какие-то мечты, иллюзии, они такие романтики, а потом их накрывает мощнейшей волной критики внутренней. И они это просто все-все-все-все вот это вдохновение, воодушевление, они его обесценивают. Вот это вот наверняка за собой знают те, у кого аспект этот есть. Или, если вы знаете таких людей, то проверьте их карту. Возможно, что вы встретитесь с таким аспектом. По крайней мере, у меня где-то три знакомых есть, у которых Сатурн в аспекте к Нептуну неблагоприятным, и я прям четко вижу этот тренд у этих людей в характере прекрасный. Есть, они его не замечают, когда у них прям романтический такой какой-то период, а потом их просто накрывает какой-то жесткостью мощнейшей. То есть прям, ну вот, знаете, такое вот дихотомическое такое поведение наблюдается у них. Ну вот, кстати, еще в одном, по-моему, в учебнике Александра Колесникова я встречала информацию о том, что Сатурн в рыбах, это еще и, ну, скажем так, попытка, да, тайное сделать, все тайное, все такое необъяснимое, да, все эзотерическое, сделать объяснимым, подконтрольным, ну, поставить его вот в какие-то правила и рамки и традиции. Вот. И поэтому люди, ну, вот вообще, в принципе, всем нам будет характерно, кстати, возможно, больше и с одной стороны интерес к эзотерике, в том числе, наверное, и к астрологии, потому что ее, ну, в общем, еще пока к этому знанию причисляют, к этой области знаний, да. А с другой стороны, наверное, разовьется и большое количество тех, кто будет обличать это все, то есть охота на ведьм появится, да, всякое вот это вот всего эзотерическое, вот что может дать Сатурн в рыбах. С точки зрения неких таких массовых явлений, вот давайте проанализируем, Сатурн в Козероге дал нам мощнейшую сепарацию, да. Вот мир у нас был общим. Все мы ездили туда-сюда, вообще вот как бы у нас была целая организация, в которой, собственно, она и сейчас существует, и в которой государства в нее входящие, в них можно было въезжать, собственно, вообще без визы, без всего, да, без проверки на границе. Вот. И Сатурн, будучи в Козероге, он поставил границы просто за счет пандемии. Потом был Сатурн-Водолей. Это вот уже близлежащее наше время, вот, собственно говоря, только в марте этого года он заканчивается, этот Сатурн-Водолей, вот он три года так вот шел, да. И этот Сатурн-Водолей что дал? Он дал нам, собственно говоря, не резкое, но уже постепенное и однозначное окончание однополярного мира. Теперь все страны начали разбредаться по кружкам, по интересам. Вот. Понятно, что пока еще этот процесс только запущен, он будет еще какое-то длиться время. Точно на Сатурне и в рыбах эти коалиции, эти силовые вот такие вот части, да, мира, они не сформируются полностью, скорее всего. Потому что Сатурн в рыбах что даст? Он даст борьбу за идеологию. Ну, я думаю, что более-менее понятно, чья идеология будет пытаться, скажем так, превалировать, да, пытаться перевести в свой кружок по интересам больше государств. Ну, а чем это закончится, это мы посмотрим. Потому что на самом деле при прохождении Сатурна в рыбах у нее есть не только социальные аспекты с Юпитером, но и высшие. А это говорит о том, что в какой-то момент времени наступят вот эти вот точки бифуркации, да, когда как бы определенные силы, которые сформируются к этому моменту в мировых процессах, должны будут для себя решить, куда дальше двигаться, с кем быть, как дальше себя вести, на что влиять. Вот. Я их, по крайней мере, обозначу, но в связи с тем, что я не являюсь мунданным астрологом, который занимается именно мировыми процессами, в глубину я не пойду. Давайте теперь про аспекты, которые за это время сделает за три года Сатурн, и на какие нам особо стоит обратить внимание, потому что они для нас, для человека, который живет в этом большом хаотичном мире и хочет быть счастливым, и хочет быть довольным, и жить хочет он в безопасности, о чем я абсолютно уверена, что большинство из вас проголосует за эти слова. Вот на что он может опираться тогда, на какие аспекты Сатурна. Первый аспект он сформируется от Сатурна к Юпитеру уже в 23-м году. Ура, ура! 23-й год, вы знаете, он с точки зрения взаимодействия социальных планет крайне благополучный. Сатурн в аспекте к Юпитеру благополучным, хорошим, не сказать, что бы очень-очень мощным, не могу сказать, что он прям даст легкое течение дел и легкое разрешение ситуации, но при нашем должном интересе к этой теме, в этот период, ну, этой теме, имеется в виду той, которую мы для себя наметим, определенном старании, но не очень большом усилии, поверьте, мы добьемся результата. Значит, когда удачный аспект между Сатурном и Юпитером? Это первая половина, первая половина июля и весь июнь, то есть июнь-июль, да, но июль частично, июнь полностью. Это вот как раз аспект, когда Сатурн будет в рыбах, а Юпитер уже будет в знаке Тельца, вот в этот период. У них прям такое очень хорошее, качественное сочетание. Это нам, скорее всего, может предположительно говорить о том, что мы можем заниматься вопросами финансовыми, вопросами, связанными с профессиональной реализацией, может быть, вопросами переезда. Второй такой период будет декабрь 2023 года. Это тоже, там будет переход Сатурна и Юпитера в директное движение. После ретроградного хода они там 4 месяца будут ходить в ретроградное, в декабре они будут переходить в директное движение, и там они будут формировать опять аспект. Он будет такой с расстоянием, но тем не менее он будет. И то же самое, те же самые темы с таким же самым потенциалом будут звучать, как и в июне, как и в июле. И следующий, следующий период, когда этот же аспект будет сформирован, и он будет хорошо звучать, это январь, февраль и март 24-го года. То есть я сначала просто называю декабрь 23-го, а потом январь, февраль и март 24-го. Но обратите внимание, если мы все сопоставим, то по большому счету у нас, ну такой, в обозримой перспективе, есть хороший период между двумя социальными планетами, когда можно решать свои профессиональные дела июнь, часть июля, первая часть июля, а второе время это декабрь 23-го, январь, февраль, март 24-го. Вот это первый период, вполне себе уже, можно сказать, рукой подать, по крайней мере, до первого из первого периода, до лета, в который можно воспользоваться хорошей, такой вот, хорошим направлением, хорошей энергией, которая формирует взаимодействие этих двух социальных планет. Что касается 24-го года, то здесь нужно обратить внимание на то, что вот между Сатурном и Юпитером, в связи с тем, что Юпитер в 24-м году будет переходить в другой знак, потому что, в отличие от Сатурна, Юпитер каждый один из с чем-то месяцев меняет знак, ну почти год ему нужно на то, чтобы пройти один знак, не календарный год, а просто период в виде почти 12-ти месяцев. Вот, и в какой-то момент Юпитер поменяет знак, из Тельца перейдет Близнецов, а Сатурн все еще останется в рыбах, поэтому мы встретимся с другим аспектом. Аспект между Сатурном и Юпитером в конце 24-го, в начале 25-го года, это декабрь 24-го и первая часть января 25-го года будет сложным, напряженным. Вот это будет период, в котором точно нам не стоит никаких дел, связанных с изменениями карьерными, реализовывать. Ну, скажем так, я не могу сказать, что тут строгий запрет, просто в связи с тем, что нам никогда звезды ничего не запрещают, они нам чаще всего только могут, ну, скажем так, что-то рекомендовать, да, то есть все, что касается астрологии, не носит никакого характера фатального, оно носит характер рекомендательный, это информирование, это помощь, да, как любая другая, но мы можем ей воспользоваться, можем нет. Так вот, Сатурн с Юпитером в напряженном аспекте будут декабрь 24-й и первую часть 25-го года, первую часть января 25-го года, поэтому лучше в этот период не предпринимать каких-либо действий, связанных с профессиональными изменениями. Ну и последний период, который стоит посмотреть, именно связь Сатурн-Юпитер, это октябрь, ноябрь и декабрь 25-го года, 25-го года, да, вот здесь у Сатурна с Юпитером прекрасный аспект, вообще, это аспект благополучия, это аспект очень легкого продвижения течения дел, и поэтому те из нас, кто в 25-м году, во второй половине года, для себя решат использовать этот аспект для изменений в профессиональной деятельности, предположим, сменой работодателя, сменой профессиональной вообще области, может быть, выхода в свой собственный проект, вот, это просто лучше времени не придумаешь, с точки зрения общего прогноза, конечно же, потому что, переложив на наш личный прогноз, возможно, мы увидим какие-то нюансы, которые нам отредактируют эту интерпретацию, поэтому я только лишь с точки зрения общего прогноза говорю. Теперь перейдем к общемировым трендам, какие общемировые тренды формирует Сатурн по прям периодам, ну, вы уже поняли из моего рассказа о том, что он вообще всем нам несет, что это будет борьба за какую-то главенствующую идеологию, потому что, на самом деле, я думаю, что позиции определенной идеологии утрачены сейчас, и, наверное, будет попытка их вернуть, но в многополярном мире это сделать намного тяжелее, чем в однополярном, который мы видели до Сатурна Водолея. Сатурн в соединении с Нептуном. Я прошу вас на этот аспект обратить принципиальное внимание, потому что, как бы, понятно, что есть мунданные астрологи, наверное, которые больше меня наверняка знают в теории этого вопроса и понимают, к чему это идет, и у них будет больше нюансов в прогнозе. Потом многие обращаются к тому, как это было в истории, когда проходил Сатурн в соединении с Нептуном, что случалось в мире, какие там войны, пандемии и так далее. Но все это Сатурн в соединении с Нептуном будет ноябрь-декабрь 25-го и январь 26-го. Вот будет самое интенсивное время соединения. И, на мой взгляд, это будет самое сложное время за три года, ну, одно из самых сложных кризисных периодов за три года вообще в общемировых трендах, в общемировых процессах. Сатурн, Нептун сами по себе это два несопоставимых элемента по принципу реализации, действия и по своему символизму. то есть если Сатурн обозначает структуру, то Нептун о ее отсутствии. Сатурн обозначает ответственность эго, а Нептун говорит об отсутствии эго вообще, об отсутствии каких-то конкретных стремлений и мечтаний. И когда эти два разнополярных элемента соединяются, тем более в знаке, где Нептун силен, в знаке рыб, а Сатурн, ну, как вы понимаете, это для него положение достаточно, на самом деле, неприятное, это говорит о том, что будет рушиться какая-то структура, вот этот вот какой-то порядок, который обозначается Сатурном, да, он будет полностью размываться, и пока что будет, вот с этого периода начнет преобладать вот какие-то вот такие разнонаправленные течения. Нептун означает движение, движение эмоций, движение идей, хаотичность он означает, да, то есть вот вот здесь, я думаю, какой-то будет общемировой кризис, когда вполне возможно какое-то лидерство, может быть, даже сейчас захваченное, там, не захваченное, но появившееся сейчас какое-то лидерство, там, эпизодическое, оно уйдет, и как бы вот на общемировой арене будет полное непонимание, куда двигаться, потому что очень много будет разнонаправленных движений, процессов, стремлений и так далее. А Сатурн в аспекте Курану, этот аспект, он более мягкий, потому что здесь нет точного совпадения этих планет, между ними расстояние, во-первых, и всегда, ну, как бы, такие аспекты, которые формируются на расстоянии, угловые их называют, они более, все равно, они не такие детерминированные, они не так жестко, директивно дают какое-то указание, да, которое, скорее всего, реализуется в мире. Аспект между Сатурном и Ураном, к счастью, благоприятный. Вот, вспоминаем, 21-22 год, это были аспекты тоже между Сатурном и Ураном, но Сатурн был тогда в другом знаке, в знаке Водолея, и Курану в Тельце он создавал аспект очень напряженный, и это было тяжелейшее время, особенно на 22-й год. А вот Сатурн в аспекте благоприятном Курану, конечно, такого тяжелого тренда принести с собой навряд ли сможет. Но если тренд какой-то тяжелый будет чем-то другим вызван, то Сатурн, конечно, в аспекте Курану его нисколько не, по крайней мере, не изменит и не пресечет. Но он его может просто сделать более управляемым, более структурированным, более ясным. И тогда мы можем о чем говорить? О переменах. Вот здесь управляемые перемены Сатурна в аспекте Курану благоприятным. Это март, апрель, май 25-го года, то есть весна 25-го года и январь 26-го. И, собственно говоря, вот когда у нас будет Сатурн в аспекте Курану и Сатурн в соединении с Нептуном в январе 26-го года, это в целом может быть даже и очень благоприятное звучание, но там еще и Нептун будет, по-моему, в соединении с Ураном, не в соединении, в аспекте Курану, то есть там будет очень много сразу аспектов и высших планет, и социальных планет, то есть вот все перемешается в конце 25-го, в начале 26-го года, поэтому на этот период придется наибольшие перемены в общемировых процессах, но, к счастью, есть не только сложные аспекты, как Сатурн и Нептун, но и более благоприятные, как Сатурн и Уран, поэтому я надеюсь, что все равно хаос, который тогда наступит, он достаточно быстро сможет быть взят под контроль, надеюсь, что так и будет, вот, то есть получается вот что, да, получается, что мы с вами рассмотрели, как Сатурн себя будет вести в течение всего, всех трех лет прохождения по рыбам, и в следующем с вами видео я расскажу о том, как это рассматривать с точки зрения своего солнечного знака, да, то есть что, если вы там, например, с Солнцем в Скорпионе, что вам Сатурн в рыбах принесет, то есть для каждого знака я сделаю прогноз, но здесь я, пожалуй, вот остановлюсь на том, что уже сказала, прошу вас подписываться на меня во всех социальных сетях, в которых вы меня смотрите, смотрите на Дзене, подпишитесь там, смотрите на Ютубе, подпишитесь на Ютубе, поставьте колокольчик, будете знать о выходе моих новых видео, смотрите меня на ВКонтакте, паблик, подпишитесь там, ну и Телеграм-канал, это мой основной канал взаимодействия с вами, подписывайтесь туда, там вы можете комментировать, там вы можете меня что-то спрашивать, по мере возможности я отвечаю там на все вопросы. С вами я прощаюсь, до новых встреч, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok